Первая глава основной вопроса, вопросами 100 вулсим, то, что у человека разум ограничен, является ли это испытание, имтихан? Ответ. Раббул'аламин говорит, وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْ И мирской жизнью является только لَعِبْ и لَهْ, игра и забава, развлечение. لَعِبْ это игра, и لَهْ это то, что используется для развлечения. وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ то, что касается рай, قَيْرٌ لُّجْشِ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ لَتِيخِ, кто проявляет таква, أَفَلَا تَعْقِلُونَ Почему вы не используете разум? Почему вы не образумеетесь? Аль-Ан'ам 32. Здесь Аллах, Ас-Ав-Ал-Аджелла, назвал мирской жизнью لَعِبٌ وَلَهْ Это не говорит о том, что это не важная жизнь. Истина такая, что, и мы это уже говорили, что мирской жизнью очень важен, потому что жизнь Ахира зависит от мирского жизни. Тот человек, который был серьезен в своей жизни и приобрел любовь Аллаха и доволенству Аллаха, и для этого усерствовал, то он попадает в рай и там в вечную жизнь. Здесь Аллах, Ас-Ав-Ал-Аджелла, назвал мирскую жизнью لَعِبٌ, которая означает «игра». То есть какая-то игра бывает несколько минут. Также мирскую жизнь очень короткая. Иллях-Ун означает «та дело, которое делает человек для развлечения». Тоже очень быстро проходит и ненадолго. Аддалу Ахира имеется в виду Джанна. Вали-Лядына-Ят-Та'кун – это те люди, которые Та'куа приобретет, которые живут с Та'ку. То есть рай – это для тех людей, которые защищают себя от греха. Как мы до этого говорили, что грех – это две вещи. Оставляют ваджиб, например, закат не выплачивать, в Рамадане сом не держат, нарушат права, не получат знания, оставляют джамаа, не жить с джамаа, не делать таблиг, или же какой-то харам дела совершат, например, убивать человека, ложь, харам и мущество забирать, коррупция делать, хияна, то есть нарушат доверие, амана нарушат, нарушат обещания и так далее. Афалата Ак-Илюн указывает на то, что для Та'куа нужен Ак-Илюн. Поэтому Укан-Лаф, то есть ответственный, это тот человек, у которого есть разум. Когда у человека нет разума, он не отвечает. Это указывает на то, что для того, чтобы человек понял Дин, в этом разум, то есть Ак-Илюн очень большой роль играет. Но некоторые люди это неправильно поняли и говорят, что Ак-Илюн является Мизан, то есть это стандарт и ВСИ. То, что приходит в разум, разум понимает, вот это и есть стандарт. И они подчинили откровение разуму. Истина такая, что разум, это очень большое благо, но как наука и философия и так далее, тоже является благо. Это все благи должны подчиняться откровению. Надо знать, что откровение стоит вперед и выше, чем это все науки, чем человеческие знания. Откровение стоит выше и впереди, чем разум, наука, философия. И человеческий разум является ограниченным. И это является имтиханное испытание. Поэтому некоторые люди просто зря время тратят на ненужные вещи. Например, кто-то говорит, почему моя собака не человек. Или кто-то говорит, почему Аллах не сдал меня животным. Некоторые говорят, почему моя собака является собакой, не человек, а я являюсь человеком и не собакой. Это вопросы неправильные. И человеческий разум является ограниченным. Это ненужные вопросы. Это только для того, чтобы тратить человек пустой свое время. Это отделяет человека от успеха. Акл, то есть разум, является ограниченным, и это является имтихан от Аллаха, аззаваджалла, чтобы мы подчинились откровению. Философия является знанием человека, и вахия является знанием Аллаха, которое нас послали. Поэтому нужно уважать откровение. Аллах, аззаваджалла, нас послал пророки, нас послал откровение и объяснил, что ваш Господь является Аллах, и Он создал вас для определенной цели. И после этого очевидного разъяснения, если человек идет к философии и говорит, что ладно, Махлу создал Аллах, а кто создал Аллах, и начнет всю жизнь думать об этом, то это тот человек, который не использует разум. Потому что использовать разум, это как Куран здесь объясняет, что... Рай для вас лучше. Рай лучше для тех, у кого таква есть. Почему вы не используете разум? Это очень важно, чтобы человек знал, что эта мирская жизнь является имтихан. А имтихан, то есть экзамен, это значит, здесь должны быть такие вещи, которые выше, чем разум. Но вы не будете возражать Раббул Алямина. Например, бывает, что ребенок умрет. Бывает, что ребенок заболит, или бывает, что ребенок инвалидом становится. И человек не понимает, почему так. Но если вы обратите внимание на откровение, то Хидр, салаллаху алейхи вассалям, убил одного мальчика. Приказ Аллаха, азза ва челла, и сказал, Это говорит о том, что иногда бывает, что ребенок остается живым. Это худше. Откровение говорит, что когда ребенок умрет, то каждый ребенок попадает в рай. Это очевидный довод на то, что смерть для ребенка лучше. Попасть в рай намного лучше, чем остаться в этой жизни. И бывает, что ребенок живым останется, и потом совершает ослушание и зум. Даже это повлияет на иман родителей. И Аллах, азза ва челла, лучше знает и разум ограничен. Те люди, которые разум и философия считают выше, чем откровение, они спрашивают, что может ли Аллах создать такой камень, который сам не может поднять. Ответ очевиден, что этот вопрос неправильный. Бывает, что ты объединишь две вопросы, и это портится вопрос. Например, человек говорит, где ты был вчера сегодня вечером, или сегодня после вечернего времени. Здесь две разные вопросы объединились, и это неправильно. Это объединение испортило эти вопросы. Это неправильно. На самом деле, человек спрашивает, где ты был вчера, и где ты будешь сегодня вечером. Здесь тоже основной вопрос. Это две вопросы. Первый. Может ли Аллах создать очень большой камень? Ответ да. Второй. Который Аллах, азза ва челла, не поднимет. Ответ такой, что Аллах, азза ва челла, на каждой вещи является кадир, мощь. Для него нет невозможности. Ни когда бывает, что философия бросает визов дину. И вопрос задает для того, чтобы вызов бросать дину. Говорит, может ли Аллах создать подобно себе другого Аллаха? Ответ такой, что Аллах, азза ва челла, запретил ширк и приказывать о таухиде. И сам себе запретил зулм. И ширк является самой большой зулм. Аллах, азза ва челла, говорит, Я запретил, что я решил, что сам не буду совершать зулм. И запретил, чтобы вы делали над друг другом зулм. Это я сделал харам. Я сказал, что харам, когда вы делаете зулм друг другу. Фаллах, азза ва челла, не совершайте зулм над друг другом. Сахиха Муслим 2577. Как до этого было сказано, человек в экзамене, в имтихане. И человек сдает и успешно получает в этот экзамен, в этом имтихане, попадает в рай. И тот человек, который не сдал этот экзамен, он попадает в ад. И экзамены бывают разных видов. Один из экзамен — это то, что человеческий разум является ограниченным. И много вещей есть, которые не понимают человеческий разум. Потому что человеческий разум является слабым и ограниченным. И много вещей есть, которые выше, не в рамке разума.